татьяна первушина натюрморт с покойником читает татьяна первушина натюрморт с покойником в мир пришел я но не было неба встревожено умер я но сиянье светил не умножено и никто не сказал мне зачем я рожден и зачем моя жизнь в торопях уничтожена амар хаям глава 1 странный телефонный звонок с тех пор как закончилось следствие по делу о серии убийств в анастасинском монастыре прошел почти месяц виновные как иногда бывает понесли заслуженное наказание однако главному организатору вдохновителю банды подбиравшийся к церковным сокровищам федора могиленко оказавшемуся проворнее работников правоохранительных органов удалось заблаговременно скрыться за границей его конечно искали но с долей прохладцы слишком много возни по депортации а дело то уже было завершено наступила обычная московская осень как всегда дождливая и непредсказуемая от плюс 20 с каким-то застенчивым солнышком и подозрительно истине голубым небом без единого облачка до нуля градусов по ночам сильным порывистым ветром и скользкими дорожками усыпанными жухлой листвой все снова заспешили кто на работу кто в школу или детский сад лица у людей стали сосредоточены хмурые какие-то казенные летний разгул страстей подошел к концу даже бездомные собаки уже не лежали стайками на полянках перед мясными магазинами и рынками у них вероятно также появились свои заботы не менее важные чем у представителей людского племени следователя прокуратуры олега сергеевича соловьева наконец-то повысили в звании и забот у него в связи с этим прибавилось но все же надо отдать ему должное олег не забывал старых друзей иногда позванивал когда выпадала свободная минутка маргоша впала в смачный осенний сплин и окончательно поселилась у быстровых потому что по ее собственному выражению никакой обуви на такую осень не напасешься на самом деле маргошина мама узнав о том что в гости к быстровым похаживает холостой старший следователь прокуратуры практически выперла родную дочь из дома с милым напутствием не возвращаться без соловьева но наполеоновские планы маргошиной мамы совпали как раз с повышением по званию соловьева а посему практически таяли на глазах олег пропадал на работе буквально сутками или говорил что это именно так во всяком случае у быстровых он появлялся все реже и реже все-таки удивительная сила энергетика человека задумчиво произнесла однажды утром яна стоя у окна и поглядывая сквозь серую пелену дождя на суетливо бегущих по лужам прохожих мы ведь иногда и сами не подозреваем на что способны в минуты опасности нет все же что не говори о человек при странное существо то о чем это покосилась на нее маргоша сквозь очки утопая в диванных подушках и пледах маргарита пучкова вяло пролистывала свою записную книжку в надежде отыскать какой-нибудь давно забытый телефон мучаясь вынужденным бездельем работы для хозяек частного сыскного агентства два попугая в ближайшее время никакой не предвиделась она все же не теряла надежду напроситься кому-нибудь в гости и развеяться да я настиных снах ответила не оборачиваясь яна все-таки есть что-то загадочное в том что в каждом снег анастасии завидным постоянством являлся черный монах и просила помощи она вздохнула и отщипнула очередной сухой листик спармской фиалки которая судя по всему тоже как и маргоша пребывала в состоянии депрессии на поверхности горшка уныло покачивалась оконным сквозняком несколько жалких зеленых кружочков да в общем-то дело не только в снах как странно вообще все поймав удивленный и недоумевающий взгляд подруги быстрого продолжила но посуди сама все неспроста еще девочкой настя увидела идущего через поля монаха а потом через много лет и сама чуть было не стала монахиней целая череда таинственных и странных событий буквально захлестнула ее жизнь чуть было не убив при этом ее саму получается что она была избрана свыше чтобы помочь найти затерянные сокровища церкви а разве так бывает в жизни ну ты уж слишком круто берешь подруга если уж говорить о чудесах то избранными оказались мы с тобой поскольку помогли то в результате все-таки мы обиженно засопел из дивана маргоша и хотя нам и не снились монахи во всяком случае мне точно нет но именно мы вернули утерянные сокровища монастырю мы отыскали клад страдали в подземелье убегали от зломной монахини николая ее сообщника михаила настоящие герои всегда в тени резюмировала она и со вздохом перевернула очередную страницу записной книжки маргоша ну как тебе только несовестно рассмеялась быстрого помнишь что мудрые говорили кто возгордился того покидает благодать искания неужели ж тебе мало того что ты сама осознаешь себя героем ты ведь смогла стольким людям помочь благодаря тебе но и мне разумеется антон и настя снова могли воссоединиться бандиты мне удалось вывести церковные реликвии за границу более того сокровища были переданы архиерею самсону для восстановления разрушенного большевиками старинного храма дискуссия подруг была прервана резким писком телефона но напрасно я на выйдя в коридор и взяв трубку напряженно вслушивалась в какое-то потрескивание исходившие из аппарата кроме этого потрескивания ничего слышно не было да говорите же алло кто там вас не слышно требовательным тоном произнесла на мы еще поквитаемся дорогая приятных снов раздался скрипучий голос и телефонная трубка зафлебнулась короткими гудками кто там это олег зычный баритон маргоши вывел из оцепенения я ну да нет все еще пытавшиеся найти хоть какое-то объяснение странным словам телефонного незнакомца ответила быстрого и воинственно тряхнув челкой добавила похоже какая-то сволочь вздумала нам угрожать в задумчивости она вернулась в гостиную присела на краешек дивана и взяла в руки толстый иллюстрированный журнал чтобы отличься от тревожных мыслей навеянных телефонным звонком думаешь это могиленко из-за границы звонил понял кому обязан бесславным концом своего кладоискательства все хочет нам отомстить высказала предположение пучкова закончившая просмотр телефонной книги с отрицательным результатом и теперь жаждавшая общение кто знает кто знает или слышно произнесла я на человек в телефоне что-то проскрипел угрожающее про сны про какие еще сны удивилась марго если бы я знала начала было я на может быть против которых снятся монахи но развить свою мысль полностью ей не удалось потому что теперь уже кто-то настойчиво звонил дверь ты это там поосторожнее в глазок посмотри прежде чем открывать предостерегающим тоном крикнула вышедший снова в коридоре я не маргоша